В ночь с субботы на воскресенье на Московском проспекте автомобиль БМВ врезался в бордюр и перевернулся. Из-за чего водитель БМВ потерял управление, разбирается следствие. По одной из версий машину занесло на выступающих на этом участке рельсах. Пассажир автомобиля от полученных травм скончался. На месте работали спасатели. С помощью специнструмента извлекали из изуродованного авто водителя. Когда туда наши были направлены, была сложность в доставании. Почему? Потому что это были сильные повреждения. И сама проблема не в том, что человек был зажат, а вот именно проблема в том, чтобы не повредить человеку. У него было маловато, мало шансов на то, чтобы выжить в этом дорожно-транспортном происшествии, потому что очень сильное повреждение автомобиля и те повреждения, которые были у пострадавших, они практически несовместимы с жизнью. По предварительным данным, автомобиль БМВ двигался со стороны проспекта Льва-Ландау в направлении улицы Энергетической. Якобы кто-то из очевидцев видел, как БМВ преследовали патрульные. Однако эту информацию в патрульной полиции не подтверждают. Говорят, никакой погони не было. В воскресенье днём в районе Балаклея не разминулись три автомобиля – Део, Джили и Тойота. Водители Део и Джили погибли на месте. Водитель Тойоты был госпитализирован. Как двигались автомобили и кто спровоцировал столкновение, разбираются эксперты. Вечером воскресенья в Песочине в тройном ДТП пострадали работники скорой помощи. Столкнулись Део, Рено и Пежо. Автомобиль медиков перевернулся. Травмы у водителя скорой и фельдшера не тяжёлые. А вот водитель Рено с места ДТП исчез. Сегодня ночью на пересечении проспекта Гагарина с улицы Южнопроектной Шкода вылетела с проезжей части, снесла светофор и перевернулась. С места аварии скорая забирала водителя и его спутницу. От полученных травм мужчина в больнице скончался. 30-летняя женщина в тяжёлом состоянии. Открытые переломы ног, травмы головы. Галина Шподарева, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости.